Вот сюрприз мне здесь оставила. Откинул, сделал дело, закинул. А сейчас стало красно акцентировано, видно где криво. Перекрашивай давай. А что получилось? Почему он весь вот так вот вздыблен? А вот тогда бы я тебе сказал, все, берем вагончик, туалет на улице, переезжаем. Ты бы не согласилась. Ну, вообще я как бы целюсь, чтобы попасть тебе в рот. Нет, сейчас мимо рта, короче, пролетала. И я вот подумал, что вот реально, да, вот хорошо, что очкинул мне. А то бы сейчас в глаз шоколадка, и я буду тут ослеп на один глаз. Я даже комментировать не буду. Да, хотели мы тебя, сарайчик, разобрать. Но теперь ты нам, ты нам послужишь. Опа, очередной раз башкой заехал. Так башка не соображает ни хрена. Непонятная тема. Что, забор держит или сарай держит? О, туда же утеплитель. Что можно сверху настелить? Рубероид не пойдет. Листы железно оцинкованные стоят практически так же, как и профиль. Или, может быть, все-таки рубероид? Так, опять перекресток. Хотя с другой стороны, если сверху рубероидом было положить, то, какая разница, перекрестный-перекрест. Только рубероид нужен не бумажный вот этот дешевый, нужен хороший такой, прорезиненный. Два дела сразу. У нас же тут на этой неделе в деревне случился ужасный ужас. Вчера написала одна из жительниц, что у них ночью украли с террасы два велосипеда и газонокосилку. Два велосипеда и газонокосилку. Вызывали полицию, следователей. Ну, как-то, конечно, немножечко поеживая. То есть в связи с этим мы купили второй фонарик, купили камеры. Повешаем крупную надпись на забор. Ведется видеонаблюдение. Понятное дело, что от серьезных воришек не защитишься, но, может быть, камеры и прожекторы в какой-то мере хотя бы этих заезжих балбесов остановят. У меня очередная попытка приблизиться к пониманию того, как надо сажать всякие растения. Думаете, что я купила? Сейчас я измеряю температуру почвы на грядке, которая не была ничем накрыта, и на этой импровизированной цепочке. Сейчас он показывает 19 градусов. Посмотрим, сколько будет в почве. Температура в земле под парником ничуть не больше, чем на обычной грядке. Она такая же 13 градусов. Моя теория о том, что вы накрытие вот этим спан-подом, и пусть типа земля прогревается, она не оправдалась. В общем, смотри, в принципе, ты можешь и сама справиться. О, а тут смотрим какой. И что будем делать синим сюда или зеленым вовнутрь? Ну, лучше вот так, потому что синий, что-то он прям резкий такой. А что такое, почему он такой? Это короткий. 2 на 3. Ну. А где он? А, блин. Ошибся с размерами? Да нет, здесь больше 2. Ну, почему здесь больше 2? Должно быть здесь больше 2. Что-то как-то не думаю, что это 2 метра. Давай ее измерим, чтобы понять, на сколько он не ходит. Вот 2 метра. Давай. 2, да? Ну, и вот здесь не хватает? Что не хватает? 7-то? Ну, тут больше, чем 7. Тут почти 15 не хватает. 15 сантиметров и 7 сантиметров не хватает? Ну, выходит так вот. Ай-яй-яй, Леруа, Мерлен, какие обманщики. Ладно, открывай еще один и все, как бы. Если он такой же, значит такой же. Все, зацепило. Ну, такая же картина, в общем. Кому ты там «коти-коти» кричал? Я думал, там эти наши люди в черном. Славься, Кей! Славься, Кей! Я думал, там у тебя толпа такая же. Коти-хоти-хоти. Славься наш, Агранова! И снится нам дорога. Космодрова. Ти-хоти-тар-тар-тар-тар-тар-тар-тар-тар. муляжи ставят обычно на показ а натуральные камеры скрытые, да, ставят так, чтобы их не было видно одну мы вот поставим вот сюда а другую поставим вот сюда чтобы если, допустим, кто-то решил подойти сзади с забора, чтобы он увидел светодиодики красные ну типа камера работает вообще, конечно, что касаемо вот этой защиты всей как говорится, к этому надо подходить комплексно первое, это должны быть хорошие ворота, но они должны закрываться капитально, они как у нас просто на щеколу потом все-таки крути-не крути, но нужно колючую проволоку вешать с внутренней стороны смотрел, вроде не так дорого стоит, там что-то в районе 5400 метров плюс опять же, видеонаблюдение датчики движения я после первого раза, когда достала оказывается, здесь забилась земля и сейчас она под этим самым показала мне такую же температуру я подумала, вот эти вот заглушки они могут влиять на то, что на него инструкция есть? есть, я уже прочитала надо промыть и высушить после каждого использования ну вот, промыть, высушить и вот сбила тут меня вообще, я вообще говорю, как я себе это представляю, я не специалист в этой области дистанционное включение, наверное, прожекторов можно сирену но сирену, я думаю, надо именно ручную на видеорегистратор хватает чего-то там, ну, какую-то картинку которая вызывает подозрения и вы, наблюдая, уже включаете дистанционно эту сирену потому что, если вдруг она что-то заглючит, там она сама включится всех соседей разбудишь бестолково что еще? собачка ну, видите, ситуация такова что собак просто травят нас тут, к сожалению, одну собачку отравили и надо посчитать совокупность всех вот этой стоимости вот этого всего и того, чего у вас находится чтобы не было так, что все вот эти мероприятия обойдутся дороже, чем то, что находится внутри самого охраняемого объекта вообще, у этих товарищей которые занимаются сейфом принята следующая пропорция сейф должен стоить 10% той ценности которая лежит в нем я думаю, это логично в принципе, такое соотношение нелогично оно как бы правильно я тут это немножко набросал сколько нужно для охраны так сказать периметра и дома в том числе вышло отлично 50 всего-то всего-то ничего себе всего-то но это потом когда приедем это с учетом проволоки а это без учета маленького друга человека может и не маленького главное, чтобы был симпатичный малыш и чтобы никакая сволочь не смогла до него докинуть пакет с ядом но вот после того как я помыла этот термометр он стал показывать на плюс 1 градус больше то есть вот это вот покрытие дало дополнительно 1 градус но в любом случае 14 градусов почва я думаю, что это как-то рановато для высадки перцев и огурцов а ты что сказала, что мы настоящие камеры вешаем нет, я просто сказала что мы повесим камеры я не стала ай-яй-яй зрителей обманывать ай, как нехорошо нехорошо как всему миру что у нас ой, всему миру там 5 человек всему миру нехорошо девушка так делать нехорошо обманывать людей вот так все нормально да, и по поводу того случая что вот у нас залезли и украли насколько я понял оперативники как бы они не отнеслись мол, да что вы со своими лилосипедами тут то есть они не отнеслись формально вполне как бы нормально поработали так, вот так она будет стоять вот так она будет мигать ночью посмотрим как это будет выглядеть вот так тут, конечно, нету рисовки в виде провода выходящего но он типа там по внутри корпуса сойдет видеонаблюдение установлено надеюсь что все дураки а ты один умный интересная фигня приезжаешь в садьбу и тут постоянно есть какая-то работа не кочегары мы не плотники тара 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 а мы пупсики высотники тара тата надо купить более большой пупсики и и чтобы углы он закрывал я не понимаю ты можешь тут утеплитель еще поставить чтоб тепло тебе было хорошо как скажешь тара 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 во саду либо дороге бегала собачка хвост подняла навоняла вот и все задачка вот зараза чуть-чуть не достает вот из-за этой штуки а во во у нас еще один вариант же есть почему так то не отрезаешь то а так главное мешать так просто это уже мешает вот эта штука давай я еще тебя выгоню не хочу я брать большую не хочу все какие мы выходные возимся с этим летней кухней шедевральные ну не знаю что тут шедевральные домик такой практически уютненько еще такой этот цвет морской волны ну да цвет морской волны море ты т球 ты ты Сильно зараза вышла в лес вот тут он упирается и за острова нас реже самая самая и мороз мороз самая такая классика которую оперные пески поют ты внимательно слушаешь от этого жизнь зависит твоя моя жизнь тебя зависит и от этого тоже как ты будешь слушать когда включишь аккуратно не прикасайся ни к чему здесь вот этому железяка когда включила попробую вот так вот тыльной стороной руки чуть-чуть как бы задеть не бьет током там вот так куда правильно вот так не вот так вот так потому что под воздействием тока мышцы сжимаются тебя этим и ты еще как бы сильнее ухватишься понимаешь вот так попробуй и когда если чего не будет так аккуратно и осторожнее тогда можешь заниматься своим непосредственным делом мыть посуду так теперь смотрим что я хотел вот так берем заматывать вот так она стоит в закрытом положении в открытом положении вот так вот в этом и блага концептуально задумка да у тебя теперь есть бунгало солнце есть бунгало есть вон там песок есть вода в баке все загорай то есть днем у тебя море будет а ночью когда он будет светить и будет зеленым будет лес смотрите сразу попадаешь днем море ночью море ночью вообще кайф как бы я и говорю что это шикардосный стол вообще бомба стол супер стол я вовремя как бы это оказался в нужном время нужно вместе денис был хорошем настроении дом не его отдал убери катушку чё ты стоишь ты определилась хоть где он будет стоять а то начнется поставь туда поставь сюда у меня позвоночник очень сильно уставший за всю мою жизнь не вздумай над ним не вздумай над ним издеваться причем не как бы типа написала что ли там 30 лет назад вот береги мы с тобой встретимся через 30 лет писал почувствовать сказал бы эти что я могу чувствовать только не на камеру значит мне нужна рабочая поверхность чуть повыше и надо чтобы она была ровная ой как хорошо турник заварили слышь что пусть это твоя идея поздравляю ты иногда рожаешь вообще хорошие мысли не-не-не-не-не-не-не-не вообще не всегда вообще даже очень редко ну бери чё ты стоишь то вещи один надрываешь что ты не можешь взять что руки что ли оттуда растут а аккуратнее аккуратнее а то зашиповано сейчас не давай вот здесь не надо здесь вот так вот надо ставить не не да да вот так вот отлично вообще потому что ты будешь сидеть я хочу сидеть так чтобы видеть это окно какое окно ну вот чтобы мы могли контролировать что у нас там происходит какое окно ты хочешь видеть я не могу понять вот ворота ты определись окно ты хочешь видеть или ворота ворота я хочу видеть ну смотри на ворота что ну я то здесь буду сидеть вот здесь где при любом раскладе здрасте конечно я здесь сижу вот я здесь сижу я я тут царь я тут царь понятно я сижу здесь есть один вариант при котором ты будешь вот здесь если стол будет стоять вот здесь вот там Соня золотая ручка да там вот такие были кликухи да а ты будешь а Наталья вечный дровник ты мне этим дровником достал уже понимаешь вот здесь у меня дровник там у меня дровник давай дровник поставим что за мани-то как дровник а не отстанешь ты тебе этот будет не так нравится нужно его переделать и я буду целыми тут сутками переделывать твой дровник да Если он мне приснится ночью, Пусик, я тебя точно покалечу. Так, это накрыть, это выкинуть, то покрасить, дом построить. Все, я пошел. Что-то, ты вообще меня слушала? Я тут речь толкаю, ты слушала меня вообще? Конечно, я тебя всегда слушаю. Конечно. Только не запоминаешь? Это тебе не погемная жизнь там где-то рядом в центре Москвы, понимаешь? Это суровая реальность деревни. Мама, папа, мне нужна ваша помощь. Вот у меня на рассаде огурцов сегодня обнаружил белые пятна. Ну и молодец, и кушай. Меньше продуктов съешь. Я да? Ну да, что-то я не понял, ты про что говоришь. Я не знаю строительный материал под названием Хриномунгия. Это ты сейчас напугал меня. Это я тебя предупредил сейчас. То есть, в какие-то раз это мне на ногу упадет, что ли? Все может быть. Хочешь сказать? Мало ли, стройка.